А сейчас давайте попробуем другим способом, а именно плагином Tapas Remask 5 разложить фотографию на слои. Так опять создадим пустой слайд, ставим 9 секунд, время поставили 0, но не уменьшало. Дадим слайд и загрузим наше изображение. Вот такое. Вот такое будет наше изображение. Пойдем в параметры слоя и заполним кадр. Вот из этого изображения попробуем сделать Parallax Effect. Итак, пойдем в Photoshop, нажимаем вот сюда. В Photoshop открывается наша картинка. Снимаем замочек и смотрим, сколько у нас здесь будет примерно слоев. Давайте посмотрим. Например, вот это у нас будет ближний слой переднего плана. Дальше вот этот слой будет с парнем. Второй слой среднего плана. Еще один слой среднего плана будет вот этот. горами. Самый непосредственно фоновый слой будет это вот наше небо. Итак, пойдем в историю, очистим ее. Откроем слои и пойдем в фильтр Tapas Remask 5. Я уже говорил, ссылку на плагин я оставлю под видео. Плагин устанавливается как отдельно. Программка на рабочем столе, так и встраивается в прошел продюсер. Вот у нас картинка открылась в этом плагине. Итак, сейчас у нас вся картинка залита зеленым цветом. Это значит, что она у нас сейчас еще не в рабочем состоянии, с ней еще ничего не делали. Теперь давайте синие линии выделим то, что нам надо оставить. Нажимаем на синий квадратик. Делаем кишечку примерно такого размера. И вот так вот выделяем. Примеры, что мы хотим иметь на переднем плане. Вот так. Вот это вот нам все не надо, поэтому мы нажмем на красную капельку и зальем. То, что залито красным, то должно удалиться. Нажимаем на маскирование. Вот на что здесь получилось. Посмотрим. Вот такая вот примерно картинка. Попробуем давайте здесь маленько порегулировать. Почетче, чтобы было изображение. Давайте вот так вот. Ну и допустим, нас устраивает. Нажмем ОК. И вот мы видим, что у нас получилось здесь вот этот слой в формате PNG. Если мы посмотрим, то кое-где у нас трава, вот например, вот эта вот не выделилась, если мы откручиваем слой, то мы можем тут маленько все это восстановить, взяв инструмент архивная кисть и маленько вот здесь вот. Вот. Жесткость поставить процеду 40. И вот здесь маленько вот добавить то, что мы удалили. И считаем, что тут это должно остаться. Ну допустим, нас все это устраивает. Идем дальше. Так как мы вот этот слой сделали переднего плана, сейчас нам надо его на картинке удалить. Для этого что мы делаем? Для этого мы зажимаем клавишу CONTOUR. Левой мышкой жмем по квадратику с этим слоем. У нас вот здесь получается такое выделение. Отключаем этот квадратик, этот слой. И нажимаем на слой с картинкой. Затем идем в инструмент LASSO. И правой кнопкой мыши выполнить заливку. С учетом содержимого, вот все, чтобы здесь стояло так, как здесь стояло. Сограние прозрачность не надо здесь. ОК. Вот программа сделала заливку нашего слоя. Теперь нам надо убрать вот это выделение мурашей, вот этих бегающих. Отменить выделение. И давайте включим наш этот слой. Вот он он. У нас вот мы видим, что вот здесь трава осталась торчать. Нам ее надо удалить. Для этого мы возьмем инструмент точечная восстанавливающая кисть. Тоже размер примерно вот такой. Как и здесь. 56 пикселей, 45 пикселей. Жесткость. И вот так закрасим нашу траву вот таким макаром. Чтобы ее не было видно. Давайте посмотрим. Ну вот, примерно так. Дальше наш слой вот этот вот мы отключаем. Уже готовый. Выделяем наш вот этот общий слой. И теперь нам надо выделить слой, который будет со скалами и вот с парнем. Также идем в фильтр. Опасный маск. И начинаем выделять аккуратненько нашего парня вместе со скалами. Так. Выделили. И теперь нажимаем на красную каплю. И заливаем то, что нам надо удалить. Жмем маскирование. Вот мы видим у нас, что получилось. Давайте почетче сделаем края. Прибавим сюда бегунок. Ну, в принципе, если вот тут где-то проглядывается, что не очень, это как наполовину прозрачное место, то мы можем взять зеленую кисточку и вот так вот подрисовать здесь. Ну, допустим, нас все это устраивает. Посмотрим, как она будет картинка. Вот так она будет выглядеть. Жмем ОК. И теперь нам также надо, как и в первом случае, убрать с общего фона вот этот слой скалы с парнем. Для этого мы опять нажимаем кнопку Ctrl, щелкаем по квадратику со слоем, отключаем его, выделяем слой основной. Идем в инструмент лассо. Правой мышкой нажимаем на выделенном слое, выполнить заливку. Опять тут ничего не трогаем. И ОК. Программа сейчас будет удалять масло. Ждем. Вот программа решила сделать вот так, заливку. Идем в выделение, отменить выделение, вот этих мы хорошо убираем. И если нам сейчас где-то что-то не нравится, мы опять идем в инструмент точно восстанавливающий кисть. И где-то, где есть резкие такие границы перепады, это удаляем. Вот это видно не будет, поэтому можно тоже убрать. Вот здесь, здесь, здесь. Так, вот так. Вот это все затрем. Ну вот, нас, в принципе, это тоже все устраивает. Теперь нам надо удалить небо с этого нашего, следующего слоя. Чтобы у нас остались только вот тут елки, водопад, скалы. Чтоб неба не было. Опять идем в фильтр. Топаз, ремаск. И примерно тоже кисточкой, можно поменьше сделать ее кисточкой. Начинаем выделение. Вот так, по краю, захватывая наши елки. Так вот. Тихонечко, полегонечко. Аккуратненько. Вот так. И теперь то, что нам надо удалить, зальем. Опять, как раз, все это нажимаем на капельку. Сюда. Вот тут уголочек, и вот тут уголочек. И жмем на маскирование. Вот мы видим, елки у нас довольно четко выделились. Давайте им добавим контрастности. Чтобы почетче было видно. Ну и вот. Жмем ОК. И теперь, так же, как и в первых двух случаях, нам надо так же этот слой удалить с основного слоя с картинкой. Чтобы осталось у нас одно небо. Поэтому мы так же нажимаем клавишу Контр. Жмем на выделенную картинку. Отключаем ее. Выделяем основной слой. Так же идем. Страмент лассо нажмем. Правой мышкой. Выполнить заливку с учетом содержимого. Сейчас будет маленько подольше, потому что программа учитывает, тут большую площадь надо залить. Подогнать под небо. Подождем. Вот у нас как программа справилась отлично с своей задачей. Опять идем в выделение и убираем выделение, то есть с этих мурашей. Но у нас еще остались в макушке елок. Поэтому мы пойдем в инструмент точечная восстанавливающая кисть. И так же будем закрашивать то, что нам не надо. Сильно размашистыми движениями не надо делать. Настройки кисти вот такие. Убежаем. Очищаем все. Ну и вот, я думаю, что небо у нас тоже готово. Теперь мы что делаем? Включаем по очереди все слои и смотрим. Сняли собраны картинки. Да, вся. Теперь нам эти слои надо сохранить отдельно в нашу папочку. Идем в файл. Экспортировать. Слои файлы. Вот ставим здесь все. Указываем папку, куда. Будем сохранять наши эти вырезанные слои. Я вот в папку для уроков, нажав обзор, установил. Также здесь поставим галочку здесь, PNG формат. Здесь галочку прозрачность обязательно. У кого здесь галочка, ее надо убрать, иначе слои могут получиться разного размера. И нажимаем выполнить. Пошло сохранение слоев. Все, слои сохранились. Закрываем, ОК. И идем. Прошел продюсер. Заходим в наш слайд. Нажимаем кнопку добавить изображение или видео. И, загружав клавишу Ctrl, выделяем наши четыре слоя, которые нам нужны. Нажимаем открыть. Наши слои все загрузились в программу. Давайте этот слой, общая картинка, которую мы в самом начале загружали, удалим. Она нам сейчас же не нужна. И также поставим здесь все слои по порядку. Вот нулевой слой. Самый верх. Под ним. Первый. Второй. И третий. Слои. Все. Все картинки загружены. Посмотрим общий вид. У нас уже где-то что-то сбилось. А вот так. 0, 1, 2, 3. Теперь все правильно. Все. Теперь идем далее. Сейчас мы сделаем маленько по-другому. Мы все наши вот эти слои обрежем одновременно до соотношения сторон 16 к 9. Как по размеру нашего вот этого экрана. Прошел продюсер. С такими слоями слоями такого соотношения сторон будет легче работать. Ну, сейчас посмотрим. Ну, сейчас посмотрим. Вот смотрите. Берем на слой. Самый нижний. Идем в коррекцию. Нажимаем обрезка. И мы видим, что у нас размер задан ширина 2048, высота 1532. Ширина нас устраивает. Она и должна такая быть. Но нам надо с ней обрезать по отношению к ней высоту. То есть коэффициент 16 к 9 будет 1,77 сотых. Для этого мы что делаем? Мы берем вот это вот значение ширина нашего слоя. И разделим его на 1,77 коэффициент. И узнаем высоту. Данные размеры у нас и будут именно для соотношения сторон 16 к 9. Итак, открываем наш калькулятор. Вводим ширину 2048. У разных фотографий размер может быть разный. Но если их все подогнать по соотношению сторон 16 к 9, то с ними будет легче работать. И в настройках, и все. Сейчас скажу, что сами все увидите. Так, ширину мы ввели. И разделить на 1,77 коэффициент. Равно 1157. Если после запятой, значит, я все отбрасываю. Напоминаем, 1157. И вот сюда вводим 1157. Вот у нас обрезалась наша фотография до соотношения 16 к 9. Давайте мы ее в автокэффициенту поставим. Нажмем ОК. И чтобы нам обрезать надновременно все фотографии, мы вот здесь вот, где обрезка правой мышкой, нажмем копировать обрезку во все слои. Поставим галочку, копировать и закрыть. И вот мы видим, что на все слои сейчас нигде не торчит, не убавляется ровно по размеру нашего рабочего экрана. Ну и теперь делаем, в принципе, все то же самое, что и раньше с фотографией белки. А именно, наш нижний слой мы не трогаем с фоном. Идем второй слой снизу. Ставим размер 110. Ну и давайте сдвигать будем вправо. Ставим вот сюда. Вот так. Здесь тоже стоит ровное значение. 0 по высоте по Y, значит 0 в центр. И здесь округлим, не округлим, а поставим 4 и 5. Идем дальше в этот слой. Ставим здесь, значит, значение. Там было 110, вот. Здесь, значит, 120. И так же сдвигаем сюда. Опять здесь поставим 0. Здесь поставим 9. И теперь сюда, в этот слой, здесь поставим 130. Сдвинем сюда. У вас оттенок стоит. Здесь поставим 14. И посмотрим. Вот мы видим, что у нас все нормально работает. Дальше можно что-то сделать нам. Как менять эти все значения. Мы можем вот здесь пойти и поставить так же значение, например, 2. У нас тогда пойдет вниз фотографии. Здесь мы поставим, естественно, значит, 4. Здесь поставим 6. И получится вот у нас вниз. Если мы оставим здесь минусовые значения. Минус. У нас это дело пойдет вверх. Ну, примерно вот так. Теперь давайте посмотрим, как можно еще более реалистично сделать. Давайте попробуем сделать водопад маленько анимировать. Возьмем вот этот слой. С водопадом на слой. И продублируем его. Теперь к этому слою, к самому слою с водопадом, давайте сделаем маску. Сделаем маску. И в первом всем кадре отрегулируем ее так, чтобы она была по форме. Чтобы она перекрывала водопад. Допустим, вот так. Теперь скафируем второй ключевой кадр. Нажмем на второй ключевой кадр. И поставим здесь нашу маску. Так, тут у нас все маленько увеличилось. Значит, наша маска тоже маленько увеличится. Маленько давайте ее в вращении подойдем вот так. Теперь давайте пойдем в коррекцию. И маленько края у маски размываем миньеткой. Возьмем миньетку. Поставим такой пример размер 10. Вот такой. Вот у нас. Так, маску мы сделали. Давайте посмотрим, как у нас маска будет двигаться вместе с нашей картинкой. Давайте в первом ключевом кадре. Но маску тоже маленькое вращение сделаем наоборот. Вот так. Итак, маску мы создали. Теперь нам надо сделать движение водопада. Для этого мы применяем слой как маска. К нашему продублированному слою. Выделяем этот слой. Идем линейное движение по Y. Добавить модификатор. Синусная волна. И давайте здесь поставим значение, например. Здесь поставим 5. А здесь поставим 15. Посмотрим, как у нас будет сейчас двигаться это. Так, значит здесь нам поставить нам частоту волны поставим давайте 20. Амплирую поставим 3. Мы видим, что у нас маленько край сползает у водопада вниз. Для этого мы пойдем сюда и добавим постоянное значение. Давайте примерно 5. Вот у нас наша полоска приподнялась сюда вверх. У нас наоборот упустилось. Давайте минус 5. Ну вот, примерно вот так вот. Давайте дадим ОК. И теперь пойдем в коррекцию и маленько доубавим прозрачность поставим. Вот так примерно. Посмотрим, что у нас получилось. Вот имитация водопада. Более-менее получилось. Ну это можно потом понастраивать, попробовать. Ну и для пущего еще мы добавим сюда облако. Вот вода когда падает, тут такие же брызги из мелких капелек образуются облака. И добавьте, вот я тут у меня есть облако, я такое заранее приготовил. Он очень большой, мы его в первом ключевом кадре. Так же поставим вот сюда. Копируем во второй ключевом кадре. Мы его, естественно, сдвинем сюда и сделаем побольше размер. И в коррекции этот слой мы, блин, тоже берем прозрачность. Ну и давайте посмотрим, что у нас сейчас получилось. Ну вот. Даже можно облако маленько сделать побелее. Но оно у нас перекрывается водопадом, поэтому нам надо его поднять под слой с парнем. И вот так уже будет более-менее реалистично. Вот таким способом можно делать параллакс-эффекты. Ну вот, в принципе. Пока я все по этой теме. Давайте пробовать. И у вас все получится.